11 часов ровно в Кирове. Начинаем дневной разворот. Дарья Капузли, Иванна Лапшина. Всем здравствуйте. Два часа сегодня, как обычно, работаем. 211-101 номер телефона для вашего эфира. 8-909-720-101 номер телефона для ваших сообщений. Телеграм. Можно писать нам ВКонтакт. Ну и напоминаю, что мы не только в эфире, мы еще и транслируем на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте, в Ютьюбе. Так что присоединяйтесь. Я думаю, ты скажешь, да, вторую тему разворот. Да, мы будем в 12 часов, мы будем говорить о проблемах, которые возникли у кировских предприятий, у кировских производителей в связи с тем, что либо подорожало, либо вообще нет упаковки. Сейчас, понятно, на уровне федеральном обсуждается история с тем, что можно даже отказаться от чего-то. Да, тут эта история с молочными бочками, не знаю, хлебом, который вилочкой на свежесть пробует без пакетика. Насколько это реально и вообще возможно ли это? Да, вот об этом будем говорить после 12 часов. В первом часе будем говорить о проблемах, либо не проблемах на рынке труда. Да, с рядом специалистов тоже и представители службы занятости будут с нами, и представители кировских предприятий. Насколько вообще сейчас ситуация уже неблагополучная или, может быть, еще ничего совершенно не случилось? Насколько, если я правильно понимаю, да, спросим специалистов. Я так понимаю, сейчас в первую очередь попали под удар те регионы, да, где есть либо... Какие-то крупные предприятия с заводом, да, с иностранного капитала, иностранных руководителей. То есть в Кировской области, насколько я понимаю, к счастью, или теперь, наверное, к счастью, да, нет настолько крупных предприятий, у которых управление или основное финансирование велось бы из-за границы. А насколько я знаю, были какие-то проблемы у завода Икеи, да, которые для Икеи... Которая делает в Ядских Полянах, да, которые делают что-то из дерева для Икеи. Что-то для Икеи, да, делает. Да, 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 да. Но у них там, по-моему, предприятие не остановилось, насколько я понимаю. Там были разговоры о том, что да, может быть. Я думаю, что это единственное крупное предприятие, о котором я слышала, что какие-то проблемы, ну, вероятны, скажем так. Есть у нас спикер на линии, насколько я понимаю. И Ирина Малыгина с нами на связи, заместитель начальника управления Государственной службы занятости населения Кировской области. Ирина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, значит, ну давайте мы сначала, прежде чем начнем там детально разбираться вообще в том, какие программы сейчас и для кого существуют, просто в целом скажем, что сейчас у нас на рынке труда, какова ситуация, увеличилось ли число тех, кто идет в службу занятости, кто потерял уже работу, например, там вот по причине кризиса надвигающегося. Ну, настоящий момент ситуация на рынке труда достаточно стабильна. Официально зарегистрировано 6 тысяч безработных, чтобы было понимание, на начало года на 700 человек было больше, на ту же дату прошлого года в два раза больше было безработных зарегистрированных. Ну и при этом вакансии более 17 тысяч в настоящее время в базе областной службы занятости. То есть на 6 тысяч официально зарегистрированных безработных есть 17 тысяч вакансий? Да, совершенно верно. А что это за вакансии, в каких в основном отраслях? Вакансии сферы разные. Больше всего это обрабатывающее производство, практически 4 тысячи. Это сферы торговли, взрывоохранения, сельского хозяйства. Это те сферы, в которых большее количество вакансий зарегистрировано. А есть какая-то аналитика? Через сколько месяцев, я не знаю, недель, да, человек, который встает на учеб-службу занятости, в итоге находит работу? Ну, аналитику мы, конечно, несомненно, ведем. Но это всегда зависит от индивидуального портрета человека, что он себя представляет и какая ему, насколько длительная помощь ему нужна для того, чтобы он нашел работу. Но не менее 25% трудоустраиваются в первые 10 дней с момента обращения службы занятости за поиском работы. Ирина Викторовна, еще вопрос такой. Вот вы сказали сейчас, относительно там, точнее так, в сравнении с прошлым годом, ситуация даже более благополучная. Но есть у вас какие-то, не знаю, опасения, еще что-то? Все равно мы видим эти процессы, да, может быть, Кировская область, когда я правильно сказала, не настолько завязана на предприятия с западным участием, крупные, как там какие-то области, где есть автозаводы, еще что-то. Но все равно видели мы сообщение, что закрылись, например, вот, ну или приостановили работу ряд магазинов, да, западные марки, вот эти ритейлы, да, одежные. Понятно, что пока они, наверное, получают какую-то зарплату. Ну, то есть они официально не числятся безработными, но учитывают ли ГСЗН как потенциально вот этих высвободившихся работников? Могут выйти на рынок труда? Есть ли какой-то прогноз? Мы наблюдаем, конечно, любое, в соответствии с 25 статей, закон о занятости, предприятия, организации не обязаны уведомлять службу занятости, если освобождение планируется, за два месяца обязаны уведомлять, если неполная занятость, если простой, вот, если говорить о том мониторинге, который, результатах этого мониторинга, то тоже на сегодняшний день эти цифры значительно меньше, чем на аналогичный период прошлого года. И если возникают на некоторых промышленных предприятиях какие-то небольшие перебои, то, как правило, этот простой на несколько дней, потом не снова начинает работать, ну, пока эти все поставки, логистические цепочки новые налаживаются. А вы думаете, нескольких дней достаточно? Просто вот сейчас, ну, я, видите, вчера, ну, помимо того, что мы с вами договаривались на комментариях, еще обзвонило несколько предприятий, в том числе, там, по второй нашей теме, и я понимаю, что пока-то вот не сказать, что там за несколько дней проблемы с поставками решаются. В плане именно построения цепочек логистических. Да, то есть это может занять более длительное время? Я говорю о тех, кто уже зареглял. А, вот сейчас, понятно. Да, 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 да. Так, конечно, наблюдается, и государство уже принимает превентивные меры, например, на федеральном уровне уже приняты мероприятия для поддержки работодателей. Это 409-е постановление мероприятий, которые направлены на снижение напряженности на рынке труда, и Кировская область в них примет участие в этих мероприятиях. Да, мы сейчас с вами поговорим об этом чуть попозже, я просто хотела вас еще спросить, есть ли вообще понимание, какие сферы у нас в регионе могут оказаться проблемными? Или какие предприятия? Я тут прогнозов озвучивать, конечно, не буду. Мы наблюдаем процесс на сегодняшний день. Эти процессы все достаточно стабильные, проблемы решаются по мере их поступления. Ага, понятно. Так, в таком случае давайте перейдем, во-первых, к вакансиям, потом к мерам поддержки. По поводу вакансий тех, о которых вы сказали, 17 тысяч вакансий. Какая-то часть из них, я так понимаю, требует все-таки профильного образования. Вы говорили про вакансии в сфере здравоохранения, например, да? Конечно, да. А насколько вероятно найти работу человеку, который, например, работал, ну не знаю, вот он работал менеджером, например, в магазине одежном, куда он пойдет, да? Еще что-то. То есть обязательно ли переучиваться или можно где-то на какие-то виды работы выйти вообще без подготовки? Ну, конечно, есть самые различные варианты на вкус, на цвет. Можно куда-то прийти на предприятие, где берут учеником, если ты решил. Да, сельское хозяйство вообще многим специалистам рада. Но если человек хочет сменить свою квалификацию, то можно через службу занятости и пройти переобучение по профессиям служащим, рабочим, повысить квалификацию. Это платно или бесплатно? Очень много разных именно бесплатных программ. Если говорить о официально признанных безработных граждан, то в рамках средств, уделяемых областным бюджетом, на протяжении многих лет в службе занятости реализуется программа профессионального обучения. Это все бесплатно, обучение бесплатно. Медицинское свидетельство, если требуется, перед прохождением обучения, на период обучения сохранятся. Пособие, которое гражданину было назначено при постановке на учет. Но есть еще и у нас национальный проект «Демография». В рамках этого национального проекта там в том числе могут проходить обучение и занятые граждане. Это на мам рассчитано, которые в декретном отпуске сидят или на кого? Это не только мамы, там много разных категорий, в том числе 50+, например, и мамочки, которые в отпуске по уходу за ребенком находятся. Есть еще категории, если на портал «Работа в России» зайти, там в разделе обучения, вся есть полная информация. Заявку нужно подавать для обучения в рамках проекта «Демография» именно на портале «Работа в России». Ага, то есть ее лично не подать у вас? Не придешь, не подашь? Или можно, например? Вот человек к вам приходит и… Если у человека возникают трудности, там нет доступа в интернет, мало ли всякого может быть, то можно подать и придя в службу занять, но это все равно в электронном виде делается. Все равно через портал всегда, потому что образовательная платформа, она именно на портале организованном. Как обстоят дела в районах, да, то есть где больше вакансий, ну, относительно соискателей, грубо говоря, в районах лучше ситуация обстоит? Или в Кировской области, или в Кирове? Ну, в Кирове, Кирово-Чепетске, да, там в крупных городах. Ну, если говорить про Киров, например, да, здесь у нас на полторы тысячи безработных более 8 тысяч вакансий. Есть, конечно, отдельные районы, где ситуация более трудная, но, например, в службе занятости есть через виде и программа переселения-переезда. Когда мы предлагаем, если человек проживает в населенном пункте, где нет совершенно вакансий, то в нашей же области мы предлагаем ему переехать в другой район, где есть эти вакансии и где предоставляется жилье. То есть способов и выхода из ситуации, их много. Самое главное, чтобы человек захотел это, и мы ему обязательно поможем. Кроме помощи в трудоустройстве, какие еще виды помощи, скажем так, вы оказываете? То есть вы сказали про пособие. Пособие каким образом рассчитывается? Безработный человек, который не имеет работы, не имеет заработка, облащается в службу занятости. В первую очередь мы, конечно, пытаемся подобрать работы, подбираем подходящую работу. Если в течение 10 дней эта работа, исходя из его жизненной ситуации, ему не нашлась, то назначается пособие по безработице. Определено оно сроки его выплаты и размеры его выплаты определены законом о занятости федеральным законодательством. На сегодня минимальный размер составляет 1500, максимальный размер составляет 12 792 рубля. Срок выплаты пособия зависит от условий последнего места работы, человека трудовой деятельностью занимался, не занимался за год до обращения в службу занятости. Не менее трех месяцев, шесть месяцев и отдельные условия для тех, кто относится к предпенсионному возрасту. Я прошу прощения, а 1500 кто получает? Ну, видимо, кто-либо не работал, либо на минимальную какую-то был зарплату оформленный. Да, например, либо он работал там неполный какой-то рабочий день, у него маленькая совсем заработная оплата, либо это человек длительно не работающий, впервые ищущий работу. То есть я правильно понимаю, если человек получал мало денег, у него не было возможности даже создать какую-то финансовую подушку безопасности, он остался без работы, и пособия ему 1500 всего. А вот так? Да, Ирина Викторовна. Районный коэффициент там, где он есть, еще на пособия тоже. Еще момент самозанятый, да, те, у кого был оформлен статус самозанятых, и они теперь лишились дохода, потому что, например, часть самозанятых, основная, основные их, например, продажи, да, проходили через соцсети, которые сейчас заблокированы, и они остались там без источника дохода. Вот им пособия как рассчитывается? То есть как, исходя из технологовых отчислений? Минималка, да? Да, да. Ирина Викторовна, еще тогда вопрос, так, сбилась с мысли, сбилась с мысли. Я хотела спросить вот о чем. У нас во время ковида существовала же история, да, когда из особо пострадавших сфер люди могли претендовать, как я понимаю, на пособия в размере минимальной оплаты труда. Все верно? Не совсем поняла, уточните вопрос. Смотрите, когда был ковид, и люди, которые лишались, например, работы из-за ковида, из-за особо пострадавших сфер, они приходили к вам, и они, по-моему, получали какое-то такое вот, ну, чуть ли не максимально возможное пособие. Ну, там не совсем корректно, вы говорите, там те, кто был уволен после 1 марта 2020 года, то есть те, кто потерял работу, там по сферам никак не делилось, те, кто потерял работу или там закрыл предпринимательство после 1 марта 2020 года. Да, в 2020 году много было мер поддержки направлено именно в сторону граждан, и пособие было повышенный, период повышенный в этом году в федеральном законодательстве ничего такого не предусматривается, по крайней мере, на данный момент. Меры поддержки направлены прежде всего на работодателей и на сохранение коллективов. Понятно. Чтобы сохранить коллективы, чтобы поддержать этот трудный период, ну, и для того, чтобы уже в дальнейшем все нормализовалось. Да, вы сказали про портал, где можно подать заявки на обучение, но при помощи этого портала он, по-моему, недавно же заработал, да, у вас? Новый такой, обновленный. Ну, обновленный, нет, потому что портал работы в России существует не первый год, но больше функций на нем появилось, начиная с 2020 года, когда необходимость появилась в дистанционном обращении, и сейчас он просто расширяет свои функции, то есть туда можно обратиться из-за самостоятельной информации о получении вакансий, это единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений, работа в России. И через него можно найти работу не только в Кировской области, я к этому подвожу. Да, конечно, вот я хочу как раз об этом сказать, он работает по принципу большинства коммерческих сайтов по подбору работы, можно зайдя настроить различные фильтры, там по зарплате работу посмотреть, по месту работы, по профессию, по графику, то есть это брать, и вам выйдут именно те вакансии, которые вам интересны. И там доступны вакансии для всех регионов Российской Федерации, в том числе и есть вакансии с предоставлением жилья. При размещении резюме еще гражданином на этой платформе, единой цифровой платформе работы в России, по соискателям появится и возможность взаимодействовать с работодателем в этом дистанционном режиме. То есть он переписываться может, да, с ним? Да, откликаться на вакансии, принимать предложения, даже организовывать собеседование. Базу данных обновляться в режиме онлайн. Понятно. Спасибо большое, Ирина Малыгина с нами была на связи, заместитель начальника управления Государственной службы занятости населения Кировской области. Или ты спросить хотела что-то? Нет. Нет. Спасибо большое, все, тогда мы этого эксперта отпускаем, переходим к следующим, я надеюсь, звукорежиссер нам сейчас поможет. Я просто после полутора тысяч до сих пор не могу отойти, на самом деле. Прийти в себя. Прийти в себя, потому что для меня это несколько странная схема, да, то есть получается, что человек, ну, правда, получал какую-то небольшую зарплату, не имел возможности какие-то деньги вообще в принципе откладывать, ввиду того, что либо работал неполный рабочий день, либо получал там какую-то минималку, да, ну, плюс там две-три тысячи рублей, вот он остался без этой работы. И все. И полторы тысячи. То есть, а тот, кто зарабатывал там условно 50 плюс, 100 плюс, да, я не знаю, и имеет квартиру, машину, дачу, да, которую можно продать, чтобы как-то свое финансовое состояние поправить, тот будет получать максимальное пособие по безработице. С одной стороны, ну, вроде бы как бы... Ну, объяснимо, но кажется несправедливым, я тебя понимаю. Вот еще тоже вот, получается, точно в такой же ситуации оказались там, да, самозанятые, так активно ратовали за то, что давайте, давайте, скорее, скорее, но оказалось, что в итоге тоже вот с точки зрения каких-то гарантий в случае отстаться без работы, государство гарантировать-то ничего и не может. Ну, я могу сказать, что, например, ведь большое значительное количество этих людей работали самозанятые по патентам, да, кто работает? Нет, 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 статус самозанятого. Мне кажется, что многие из них были завязаны так или иначе на, не знаю, там, на поставки каких-то, может быть, продукции, там, либо на свое, не знаю, свой интеллектуальный там труд, да, условно говоря. Тортики. С зарубежными какими-то, может быть, да, организациями, еще с чем-то. Ну, бывало такое. И вот сейчас эти люди действительно не по своей вине не могут получать условно там доход, либо они потеряли свою работу, потому что она не нужна им, и они остались, да, без способия. Наталья Кузякина с нами на связи, заместитель директора Кировского филиала ПАУТ и Плюс по работе с персоналом. Наталья Петровна, здравствуйте. Добрый день. Да, мы сегодня говорим вообще о рынке труда, о состоянии рынка труда. Да, сейчас служба занятости нам сказала, что пока все благополучно в Кировской области. 6 тысяч соискателей, 17 тысяч вакансий, то есть в прошлом году, в начале прошлого года ситуация была в два раза хуже, если мы верно поняли. Но, тем не менее, просто на будущее, чтобы понимать, что у нас сейчас на наших крупных предприятиях с вакансиями, нуждаетесь ли вы, например, в кадрах. То есть вот человек остался без работы, мужчина, женщина, может ли он к вам прийти, если у него нет профильного образования? Да, безусловно, мы представляем на рынке труда нашего региона крупнейшего частного производителя тепла в России и в мире. Это компания ПАОТ-Плюс. В Кировской области мы обеспечиваем теплом два крупнейших города, это Кирово-Чепецк, а электроэнергией мы обеспечиваем всю нашу огромную большую область. То есть уровень ответственности и миссия нашей компании настолько важна, что мы понимаем, что от этого зависит и комфорт жителей наших городов, и сел, и деревень всей области, и работа промышленности в целом. То есть у нас нет вариантов остановить свою работу, отменить какие-то свои обязательства. Мы работаем в нормальном, стабильном текущем режиме и выполняем все свои обязательства и как работодатель, и как компания, которая представляет свой бизнес в полном объеме. И на сегодняшний день, да, нам нужны, да, у нас есть вакансии, нам нужны люди. И еще раз обращу внимание, что наша компания, она стабильная, она надежная, она заботится о своих работников, она продолжает заниматься их обучением, развитием, карьерным ростом. Мы полностью несем объем всех своих обязательств и по социальной поддержке своих работников. Ну, коротко, наверное, остановлюсь. Конечно, у нас белая зарплата, она выплачивается дважды в месяц. Мы ежегодно проводим индексацию заработной платы своих работников на индекс не ниже, чем установленный индекс потребительских цен. И вот ближайшую индексацию мы как раз проводим с 1 апреля. Мы выплачиваем все выплаты, компенсации, гарантии, которые предусмотрены действующим трудовым законодательством, в частности, в отношении работников, которые заняты на работах с вредными и опасными условиями труда, за наставничество, за увеличенный объем работ, то есть весь этот спектр выплат. В общем, у вас все настолько хорошо, что прямо сейчас хочется все здесь бросить и бежать куда-то в сторону вашего офиса. Да, и мы приглашаем всех стать частью нашей дружной компании, нашей дружной семьи энергетиков и получить работу со стабильным доходом надежной компании. Да, Наталья Петровна, но ведь все равно с улицы так вам не придешь, наверное, без образования. Что-то нужно сделать? Конечно, мы очень рады, когда к нам приходят квалифицированные работники, имеющие теплотехнический или электротехнический профиль. Но, кроме того, у нас работают и экономисты, и строители, и специалисты по закупочной деятельности, по складскому хозяйству. У нас требуется много различных рабочих профессий. Это и слесари, и электрики, и киповцы, и сварщики, и кровельщики, и монтеры пути. Ну, то есть, очень большой спектр. И все нужны? Да, и все нужны. Мы очень всегда рады, когда к нам приходят выпускники профильных учебных заведений, и начального образования, и среднего, ну и, конечно, высшего. И мы принимаем на работу людей, которые не имеют профильного образования, и для них у нас в компании организовано обучение за счет средств работодателя. Это обучение у нас как внутреннее, то есть на рабочих местах, силами нашего учебного комбината, так и, возможно, и внешнее обучение в учебных заведениях Кирова и страны в целом. Кроме того, работники, пришедшие к нам, допустим, без какого-то профильного образования, они имеют возможность получить профильное образование и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, профильных наших. У нас действует такая программа возмещения затрат на получение профильного образования, когда мы либо полностью, либо частично компенсируем работникам такие затраты. Слушайте, я не верю, как так-то? Почему у вас еще очередь? Вы на Луганске ведь находите? Откуда у вас вообще эти вакансии? Я ничего не могу понять. Да, у нас в нашем Кировском филиале Т-Плюс у нас 4 электростанции, 3 электростанции расположены в городе Кирове, и одна ТЭЦ у нас расположена в Кирово-Чепецке. И, кроме того, у нас очень большое подразделение тепловых сетей, то есть это тепловые пункты, это котельные, это свыше полторы тысячи километров тепловых сетей. И туда нам действительно требуются и на текущий момент в том числе рабочие. Это и слесарь по ремонту, обслуживанию тепловых сетей, слесарь КИП, электромонтеры, грузчики, машинисты-обходчики. Ну, то есть это для мужчин в основном работает? Для дам что-нибудь есть? Совсем не обязательно, то есть у нас есть такие случаи, когда на станции очень много у нас красивых, милых, симпатичных женщин, которые также с честью выполняют свои должностные обязанности. Кроме того, в бытовом подразделении нашей компании требуются специалисты по работе с клиентами. Это такой колл-центр, который отвечает на поступающие вопросы потребителей. То есть тоже, возможно, привлечение женщин к нам на работу. Вот это девушки, кто без работы, например, сейчас остались в магазине, да? Ну, вот я просто самый пример примитивный беру, да? Они умеют общаться с людьми, у них и прошлая их работа с этим была связана. То есть они, например, если остались без работы, они могут к вам прийти? Да, конечно, безусловно. Мы очень будем рады всех видеть. Я могу сейчас в эфире назвать телефон нашей кадровой службы. А давайте. Куда могут работники обращаться. Телефон 574616. 574616. Это портал «Работа в России», который упоминал представитель службы занятости. Там тоже есть наши вакансии. Но это, конечно, сайт компании. Если вы наберете в поисковике «Т-плюс», то вы тоже сможете увидеть наши вакансии. Ага. Понятно. Наталья, возможно, вы в курсе, как обстоят дела в смежных, возможно, каких-то отраслях. С коллегами, возможно, делитесь какими-то этими. Ну, то есть вот у вас много вакансий, да? То есть вы готовы их там закрывать, привлекать людей, кто остался без работы? Как обстоят дела в других, возможно, предприятиях, в других регионах, подразделениях? Да, ну, конечно, сейчас рынок труда нельзя назвать стабильным, да, и сложно делать какие-то прогнозы, потому что новые вводные появляются там буквально в текущем, в ежедневном режиме. Ну, однозначно следует ожидать роста конкуренции за рабочие места. То есть это, нам кажется, произойдет несомненно. Ну, а то, что касается наших коллег, да, вот наша компания имеет филиалы в 13 городах нашей страны, да, ситуация во всех этих подразделениях, она также стабильна, предсказуема, и компания вновь подтвердила, что все свои обязательства в части отношений работников, как представителя-работодателя, она выполнится в полном объеме. То есть здесь мы в отношении нашей компании, мы не видим рисков. А вот мы сейчас тоже разговаривали со службой занятости, да, о том, что, возможно, вот некая там релокация сотрудников из одних регионов, да, в другие. Если человек из Кирова хочет поехать куда-то в другой город, где есть ваше предприятие, может ли это сделать? Да, в принципе, это возможно, да, и многие вот работники, которые, допустим, работали у нас, да, в кировском филиале, ну, пожелали там построить свою карьеру в другом регионе, наша компания такую возможность предоставляет. То есть, по сути, у нас 15 городов, в которые можно... Релацироваться. Да, релацироваться, да, с предоставлением определенного рода гарантий, да, на период, допустим, там, да, устройства там первоначального, да, ну и дальнейшей работы и уже продвижение там по карьерной лестнице. И еще один момент, вот та конкуренция, да, которую вы упомянули, значит ли это, что сейчас будет вестись какой-то более тщательный отбор сотрудников, ну, в том плане, что какие-то прям хорошие специалисты действительно остались без работы, и если раньше на эту должность, например, да, можно было взять, ну, не абы кого, да, но, например, там, специалиста средней руки, то сейчас есть возможность вот разжиться действительно высококлассным специалистом. То есть вот в этом плане что-то поменяется, будете искать вот прям супер-супер человека? Ну, мы, конечно, ожидаем, да, вот такого развития события, потому что все равно сейчас рынок немного замер, да, и действительно ждет, там, что произойдет, допустим, с этими же компаниями с участием иностранного капитала, да, там есть аналитика, что 60 тысяч вот работников, они все-таки ждут своего высвобождения. И, безусловно, когда это случится, то, да, вариант поиска более, да, там, подходящего нам сотрудника в части и квалификации, там, каких-то компетенций, которые мы ждем, да, от своих работников, безусловно, мы этого ждем. Но в текущем этапе, поскольку там наша деятельность не прекращается ни на минуту, да, там, мы работаем круглосуточно и даем тепло и свет всей нашей области, то мы, конечно, работаем и в том числе и с неквалифицированными, да, людьми, которыми в нашей отрасли не работали, но мы готовы в них вкладывать деньги и развивать их. Спасибо большое, Наталья Кузякина, заместитель директора кировского филиала ПАО «Т-Плюс». Поработьте с персоналом, мы сейчас уйдем... Убегаем на рекламу, вернемся, будем говорить про легкую промышленность. О ситуации на региональном рынке труда говорим сегодня. Безработица возвращается со знаком вопроса. Каковы прогнозы? Говорим с нашими экспертами. Егор Поспелов с нами на связи, исполнительный директор Кировского рекотделения Общероссийской организации «Опоры России». Егор, добрый день. Подожди секунду. Нет, Егор с нами на связи. Я вижу, что еще. Все, теперь на связи. Отлично. Егор? Да. Ура, да, мы слышим. Значит, у нас не так много времени, пять минут всего. Тем не менее, очень быстро хотелось спросить. Насколько я понимаю, вчера было какое-то совещание, собрание по поводу того, как развиваться в легкой промышленности в изменившихся условиях в нашем регионе, и по потребности в кадрах там тоже говорилось. Да, да, мы эту тему очень затронули. Что у нас на рынке сейчас, Егор? Ну вот малый и средний бизнес, организация «Опоры России» прежде всего этим бизнесом занимается. Что люди говорят? Увольнения уже пошли, не знаю, там, вынуждены нет. Крупные, вот нам говорят, вроде бы пока никаких проблем нет особых. Да, смотрите, ну, пока еще не сильно все ощутили какие-то изменения, ну, точнее, там, ну, в ценах мы увидели, да, там, некоторые изменения. Именно в кадрах пока нет. Малый бизнес очень часто вот практически в постоянном наборе находятся, например, там, такие сотрудники, как менеджеры по продажам, потому что их дефицит. Вчера была встреча кластера легкой промышленности и других предпринимателей, именно сектора легкой промышленности в центре «Мой бизнес», депутатом Государственной Думы Марии Бутиной, и мы эту тему очень сильно поднимали, как раз затрагивали, и практически все сотрудники говорят о том, что из учебных заведений кадры выходят неподготовлены к современным условиям работы. Их не хватает. И они тоже в постоянном наборе. Да, там зарплата не такая конкурентоспособная, может быть, в этом секторе экономики. Но все равно нужно гораздо лучше готовить кадры. Очень много мы обсуждали как раз работу по центре занятости населения, потому что, ну, тоже очень много претензий к ним от бизнеса поступают, сотрудники размещают, вакансии о сотрудниках размещают небольшие компании в том числе, и к ним приходят в основном кандидаты, которые просят просто поставить отметку, чтобы они пошли дальше. Получать пособие. Да, получать пособие. Вот. Лично я считаю, что нужно реформировать работу, внести значительные изменения, потому что в современные условия, они будут очень быстро ускоряться изменения. И нужно к этим изменениям адаптироваться очень быстро. Малый бизнес, он может очень часто адаптироваться и внести изменения, дополнительно какие-то курсы пройти. Ведь сейчас на рынке появилось очень много инфобизнесменов и инфо-цыганцев, так называемого, которые торгуют своими курсами, марафонами и так далее. Ведь не зря они появляются, и не зря они пользуются спросом. Есть даже очень большие известные личности, которые занимаются и зарабатывают огромные миллионы на этом. Ведь не зря они появляются, значит, есть спрос у населения. Нужно этот спрос выявить, смотреть на тенденцию этого спроса и адаптировать вот эти все курсы и так далее. То есть сейчас тоже и в центре занятости населения, и во всех других государственных структурах есть различные курсы. Самый бизнес, посмотрите, сколько учебы проходит. Да, мы про него рассказывали бы тогда. Да. И самое интересное, что не всегда даже набираются полные залы. Для меня это очень странно. Прийти и послушать, например, про социальный маркетинг, вообще про технологию продаж каких-то услуг, какие-то узконаправленные вещи. Ведь это все нам помогает развиваться и быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям. Это тоже касается и самих сотрудников. Ведь многие люди, посмотрите, что происходит. Я много где и в офисе сидел, и сам наемным сотрудником работал. В пять часов, начиная без... Один раз мы сидели в длинном коридоре прямо у лестницы. И все через длину лестницу спускались. Без пяти, пять, табун, каблуков, и все, народ бежит к работе. То есть приходим в какой-нибудь магазин без пяти, шесть, и нам сотрудники говорят, давайте быстрее, мы уже закрыты. То есть надо сотрудников обучать все больше, что сейчас самое важное клиент. Сейчас самое важное... Сейчас уже нет дефицита... Слышали бы у вас представители Егор-профсоюзов, которые выступают за тот рабочий график, который указывают в контракте. Да-да-да. Я согласен тоже с ними. Они борются за комфорт сотрудников. Особенно в сегодняшних условиях мы должны понимать, что нужно бороться за клиентов. И сотрудник каждый должен отдаваться полностью на своей работе, чтобы... Это ему ведь хорошо. Ну, Егор, вам не кажется, что вы сейчас как-то какое-то как узаконенное рабство начинаете вводить? У сотрудника ведь есть потребности в здравоохранении, потребности в том, чтобы забрать, там, я не знаю, элементарно ребенка из садика, потребности ухода за престарелыми родственниками. И все это накладывается на рабочий график. Это я понимаю. Я сейчас не говорю, что он должен на полтора часа каждый день задерживаться и пахать по полной. Но я имею в виду, что все равно вот приходишь в какую... Ну, в какую-то компанию, очень часто такое бывает, спрашиваешь кода еще сотрудника, тебе просто говорят, его нет. А у нас рабочий день закончен, тебе говорят, да? Нет, вообще даже... А, Егор нет. Я говорю, в какую-то компанию менеджера нет. Я говорю, а где он? А мы не знаем. Ну, то есть нужно вытягивать из них информацию там, а нет, чтобы другие его коллеги спросили, а что вам нужно? Давайте мы что-то передадим. Вот в одной из наших компаний у нас было несколько менеджеров по продажам, и мы тогда сказали, что клиенты, хоть и были персонализированы у каждого менеджера, но у нас клиент не должен уходить из офиса необслуженным. И им занимались... Если сотрудник находится на обеде, им занимался другой менеджер. И то есть мы вот таким образом повышали лояльность. И то есть вот и сотрудников тоже всему этому нужно обучать, потому что очень часто не клиенты ориентированы, я бы так сказал. Да, Егор, я хотела бы вернуться. То есть понятно, о чем вы говорите, да? Надо более, наверное, сознательно там относиться будет к работе. Нужно изменять. Да, подход. Сейчас это самое подходящее время. Вот. А все-таки хотелось вернуться к вчерашнему вашему совещанию. У нас полторы минуты осталось. Что говорит наш кластер легкой промышленности? Заказов будет больше? Они готовы там набирать швей, не знаю, еще кого-то? Ну вот в данном... Вот на сегодняшний прямо день они не могут прогнозировать, как будет изменяться рынок промышленности. Но лично я ожидаю о том, что он будет изменяться. Если там некоторые бренды ушли, то нужно эту нишу заполнять, и все равно люди будут что-то покупать. Тем более, если это будет что-то недорогое, индивидуально красивое. Да, это главное, потому что история следующая. У нас ведь Китай под боком, который просто, мне кажется, очень рад тому, что кто-то ушел с российского рынка. Да, и либо мы сами будем зарабатывать, либо мы отдадим этот кусочек пирога Китаю. Да, то есть нужно тут смотреть. Если мы сейчас создадим условия, можем как-то придумать инструменты поддержки именно для кластера легкой промышленности в России, и дадим возможность им развиваться, чтобы они вот стартанули сейчас, то мы этот кусок пирога оставим, и эти денежные средства... Оставим у себя. И эти рабочие места мы оставим у себя в России. Это очень хорошо. Да, спасибо большое. Нас вот все уже пора нам бежать из эфира. Егор Поспилов, исполнительный директор Кировского отделения общественной организации «Опора России», с нами был на связи. Заканчиваем первый час дневного разворота. Завершаем, во втором вернемся. Завершаем, во втором вернемся.